В прошлый раз мы с вами остановились на том, что в поселках вопросов нет, все хорошо. У меня сразу вопрос начальник отдела. Пожалуйста, Халит, какие вопросы за неделю? А вопросы возникли рабочие, о которых властям уже известно. В администрацию, как отметили на аппаратном совещании, поступает много жалоб от Копичан. Особенно страдают жители поселков. Калачевы не убирают ветки после опила деревьев. В РМЗ нет воды в ночное время. В поселке Вахрушево вопрос по благоустройству. У нас проводят водоотведение поселка Вахрушево, но очень плачевная ситуация с благоустройством после проводимых работ. Это две улицы у нас в таком состоянии ужасно, улица Угощиков, улица Седова. Что я уже с ними сколько времени общаюсь на эту тему, пока безрезультатно. То есть фактически на сегодняшний день благоустройство не восстанавливается? Нет, пока не восстанавливается. Эксплуатированные участки нужно в первую очередь восстанавливать. Давайте на жесткий контроль, чтобы, возможно, короткие сроки в полном объеме благоустройства было восстановлено. И не просто так, что мы разровняли все. С асфальтом. Естественно. Также глава дал поручение и по обращению Копичан через соцсети. А их поступает немало. К тому же администрацией проводится ежедневный мониторинг обсуждений в городских пабликах. В железнодорожной Герцена 4 отдельно, Игорь Валерьевич, пожалуйста, разберитесь, что с многоквартирным домом. Вольно? Совершенно верно. В ответственности управляющей компании Андрея Михайловича? Ну, значит, нет. Это понятно, что ответственность управляющей компании. Почему от настоящего времени они восстановлены? Хорошо. У нас начало отопительного сезона, люди без воды. И уже там нужно разобраться, в чем причина и естественно устранить. На контроле вопрос реконструкции Коммунистического проспекта. Копичане с пониманием относятся к некоторым ограничениям движения из-за ремонта, но ждут его окончания. Коммунистическим продолжается работа по укладке и нижнего, и среднего слоя асфальта. Параллельно с этим работают по тротуарной зоне укладка плитки, асфальтирование велодорожки. На прошлой неделе выполняли проколы горизонтально наклонным бурением для укладки коммуникаций по наружному освещению и светофорному регулированию. На текущей неделе приступаем к монтажу закладных для наружного освещения и продолжаем работы по устройству дорожного покрытия. Подрядчик работает в графике. В городе продолжается вакцинация от гриппа. Сейчас осложнилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ. Болеют и взрослые, и дети. Ближе к зиме медики ждут грипп и предлагают уже сейчас поставить прививку, как профилактическую меру для разных категорий граждан. На сегодняшний день провакцинировались только 36% этих категорий. Есть желающие, которые хотят вакцинироваться и от ковида, но я хочу сказать, что от ковида еще вакцины нет. Да и, честно говоря, от гриппа тоже, я так понимаю, что, наверное, все-таки народ у нас сознательный. У нас было 16 тысяч ДОС, на сегодняшний день осталось чуть меньше 4 тысяч, то есть она практически до недели уйдет. Вторая поставка пока мы не знаем, когда будет, поэтому все, кто желает, есть еще возможность в ближайшее время на этой неделе привиться. Также на аппаратном вернулись к вопросу по обслуживанию Парка Победы, заслушали информацию по завершению строительства соцобъектов, ходу диспансеризации и другим темам.